Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. В едином порыве тысячи анапчан прошли праздничным шествием по центральным улицам курорта. Весело, ярко и задорно в Анапе отметили Первомай. Большой станицей – большой праздник, как гуляла Гостогаевская в день своего 155-летия. Итог игры – 3-0. Матч между Анапой и Крымском открыл футбольный сезон 2017. Анапа широко и ярко отметила праздник «Весны и труда». Тысячи анапчан приняли участие в Первомайском шествии. Красочная колонна проследовала от городской администрации по улице Крымской до Театральной площади. Один из главных весенних мотивов подготовка к встрече отдыхающих – чистотой, зеленью, улыбками, песнями и даже цирковыми номерами. Во главе руководители администрации и городского совета депутатов. В колонне – представители предприятий, образовательных учреждений, ветераны труда. Общий трудовой стаж Алексея Рудько – 45 лет. 28 из них он проработал агрономом в совхозе Анапского сельскохозяйственного техникума. Его заслуги отмечены советским правительством. Для него Первомай ассоциируется с весенними полевыми работами. Всегда мы в это время работали, сеяли, кукурузу досевали всегда. Сегодня в колонне сельскохозяйственного техникума и других учебных заведений города-курорта идут участники международного движения молодых профессионалов. Это каменщики, штукатуры, повара. В Анапе можно освоить десятки рабочих профессий. Сегодня квалифицированный рабочий – это специалист, который работает с точными приборами и инструментами. Помимо этого, молодежь активно принимает участие в жизни города-курорта. В субботниках, экологических и памятных акциях. Нужно выйти, показать себя, нужно напомнить молодежи, что нужно быть социально активным и показывать свою работу. Потому что сегодня у нас вышел трудовой коллектив именно. Практически все, кто идет в колонне, обеспечивают комфортную жизнь анапчанам и приятный отдых гостям курорта. Работники зеленстроя, предприятия «Чисто Анапа», санатория в детских лагерей. Елена 18 лет работает официантом в санатории «Русь». Мы в полной боевой готовности ждем наших гостей с нетерпением. Стараемся им угодить, стараемся принять хорошо, чтобы они еще к нам возвращались, чтобы довольны были нашей работой. И они к нам возвращаются. В любой профессии есть свои какие-то хитрости. Улыбаться и хорошо встречать людей. И тогда они будут отвечать вам тем же. Впервые в демонстрации участвовали журналисты средств массовой информации, в том числе и сотрудники телерадиокомпании «Анапа-регион». А это, пожалуй, самая яркая часть шествия. На театральной площади актеры, музыкальные коллективы, а также циркачи. Развлекать людей – это труд. То, что делается с улыбкой, часто требует серьезной подготовки и физических усилий. В цирковой студии веселые ребята занимаются школьники. Алина Клянина и Ксения Пушкарева показывают фрагмент номера на моноциклах. Я считаю, что это здорово, весело, и надо какое-то иметь хобби, чтобы немножко отвлекаться от учебы. Для меня это не только хобби, это уже стиль жизни, просто я без цирка не смогу уже. Поначалу это давалось очень сложно, мне было тяжело все делать. А потом оно по нарастающей шло, и мне становилось все легче и легче. Торжественную часть сменили гуляния под звуки громони, детские и народные песни. Концерты прошли на основных городских площадках. 1 мая передал эстафету Дню Победы, подготовка к которому уже ведется. Казачий разгуляй, станица Гостогаевская отметила свое 155-летие. В торжествах приняли участие депутат Госдумы Иван Демченко и глава города-курорта Сергей Сергеев. Сергей Павлович особо подчеркнул, сегодня необходимо создавать условия, чтобы молодые люди оставались жить в станице, возвращались сюда после учебы, трудились на родной земле. В праздник не обошлось без подарков. В Гостогаевской появилась спортивная площадка с современными тренажерами. Участковые больницы передали новый автомобиль для выездных приемов. Лейтмотивом праздничной программы стали имена людей, чей трудовой и жизненный путь неотделимы от истории станицы. На стадионе юные жители Гостогаевской. Среди зрителей глава города Сергей Сергеев и депутат Госдумы Иван Демченко. Юбилей станицы пришелся на год 80-летия образования Краснодарского края. Среди тех, кого сегодня особо отметили чемпионка Европы по самбо Мария Дорофеева и тренер по боксу Марина Голубева. Рядом со стадионом 14 новых тренажеров. Общая стоимость площадки 1 миллион рублей. Это подарок от городской администрации. Уважаемые станищики, я хочу искренне поздравить вас с юбилейной датой основания станицы. Пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, процветания вашим семьям и долгих лет жизни. Воля Гастагаевца оказывает очень большое влияние на те решения, которые принимает власть города-курорта Анапа. В этом много причин. Но основное – это то, что люди, которые живут и строят жизнь в станице, очень любят свою малую роду. Еще один подарок Гастагаевской сделал депутат Госдумы Иван Демченко. Он вручил главному врачу участковой больницы ключи от автомобиля. Это машина для населения. Вот они, наши пружинники сидят, наши пенсионеры, наши ветераны труда и войны. Чтобы их могли доставить, чтобы к ним мог участковый врач проехать в дом. Хоть к маленькому ребенку, хоть к пожилому человеку, но чтобы помощь пришла вовремя. Если мы спасем на одну жизнь больше, это уже большая заслуга. Также депутат пообещал уже в следующем году для Гастагаевской больницы приобрести аппарат УЗИ. Главные герои торжественного мероприятия – люди. Имена, которые звучали со сцены, хорошо известны станичникам. Имя боевое – герой Советского Союза Георгий Черный. Кавалер Ордена Славы Трех Степеней Петр Коваленко. Кавалер Ордена Мужества, награжденный посмертно Вячеслав Кривонос. Имя трудовое – кавалер Ордена Ленина Георгий Бойко. Ветеран образования Ольга Сопко, которая проработала в школе более полувека. Александр Войтенко посадил не одно дерево, а целый сад. 18 лет руководил бригадой садоводов. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Конечно, крылья. Грамоты давали, я не ощущал, слышал только сейчас. Глава города Сергей Сергеев подчеркнул, что сделать необходимо еще многое. В первую очередь довести газификацию до 100%, построить в станице еще один детский сад. В итоге создать все условия для того, чтобы как можно больше молодых людей оставались жить в родной станице и возвращались сюда, закончив учебу. Глава города Сергей Сергеев обратил внимание и на то, что в Гостогаевской сильное и авторитетное казачье общество. Более чем полуторавековая история станицы неразрывно связана с историей становления казачества. Символично, что именно в Гостогаевской 15 лет назад появился первый в Анапском районе казачий класс. Станицы чтут традиции предков. Среди жителей много потомков-основателей. Это устная традиция, потому что я застал, когда начинал этим делом заниматься, там 90-летние были, они из уст в уста передавали. Что вот когда они приехали, 336 семей, они здесь около трое суток стояли здесь. То есть они самоорганизовывались, потому что они с разных станиц там все вот здесь шло. 155 лет назад был создан Адагумский казачий полк с задачей взять под контроль при Черноморье. Гостогаевская – одна из станиц, а по сути, опорных пунктов. В центре станицы оставляли большую площадь. Вот видите, вот эта вот большая площадь, чтобы здесь построить церковь. А вокруг церкви, чтобы народ мог собраться, сходы какие-то. В 30-е годы церковь снесли, уже в нынешнее время в Центральном парке установили памятный знак. Рядом – братская могила участников гражданской войны. Напротив – монумент репрессированным казакам. Самый большой по размеру памятник с фамилиями станичников, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. По другую сторону Центральной аллеи – обелиск над могилой воинов, погибших в окрестностях Гостогаевской во время Великой Отечественной, а также жертв оккупации. Этой двухрядной гармонии более 70 лет. Отец купил ее Николаю Ильичу после войны. В трудные годы душа сама тянулась к музыке. Песня «Верный спутник казака» Александра Черная – одна из потомков первопоселенцев. Петь начала с молодости. Потом был перерыв, семья, дети. Теперь вновь появилось свободное время. Говорит, что не может жить без двух вещей – песни и родной станицы. Как нехорошо, как где поедешь, а дома лучше. Очень хорошо изменилось. Это как в хорошую сторону. Облагораживается. Все лучше. Николай Иванович Гончаров ведет свой рот от фамилий Кривонос и Герун. Сейчас его внуки учатся в казачьем классе. Нынешней молодежью старожил доволен. Стало меньше хулиганства, а порядка больше. Клянусь честью внести звание кубанского казака и быть верным сыном моей родины – Россией. Клянусь! Клянусь! Еще один шаг к взрослой жизни. Так сказал священник. Клятву принесли 50 учащихся казачьих классов. Теперь в двух школах около 200 казачат. Помимо прочего, их учат обращаться с лошадьми. Но и сами они явно к ним тянутся. Я учусь, мы с классом ездим на конюшню. Сложное дело? Поначалу да, потом привыкаешь. Первый раз я, конечно, сел без инструктора сам. Думаю, попробую. Два раза упал в первый раз, а там дальше уже падал-падал и как бы научился держаться в седле. Алексей уже начинает осваивать жигитовку. Закончил школу, записался в казачье общество. Учится в университете. Казачество для него прежде всего – помощь людям. И к темам дня сегодняшнего. Рабочую неделю Сергей Сергеев начал с выездного планерного совещания в Субсехском сельском округе. До его начала глава НАПА посетил ряд важных объектов и территорий, чтобы на месте обсудить со своими заместителями решение проблемных вопросов. Итогом объезда стали поручения о создании сквера воинской славы, ремонте дороги и строительстве тротуара на улице Николаевская и другие. Главные темы получили продолжение на совещании в Доме культуры села Варваровка. Участники выездной планерки говорили о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы сделать жизни селян комфортнее. Глава НАПА осмотрел мемориальный комплекс на улице Советской. Здесь не будет никаких торговых объектов. Сквер воинской славы – вот лучшее предназначение этой земли. В создании проекта с удовольствием примут участие жители округа и города, уверен Сергей Павлович. Сегодня выделить, допустим, 100 тысяч рублей и объявить конкурс на проект, собрать конкурсную комиссию, поставить сроки, сделают проект, пусть получат премию за первое место. И этот проект уже, чтобы он был не просто там график, а полный расчет, чтобы мы его могли подать на конкурс на получение денег. Даже если денег не дадут, будем за собственное строить, но у нас будет проект. На памятном месте своим подчиненным глава напоминает о подготовке к Дню Победы. Внимание ветеранам и святым памятным местам. Обижая улицы Субсеха, Сергей Сергеев делает акцент на главном для людей – ремонт дорог и строительство тротуаров. Еще одна проблема, которая ждет решения – отвод избыточных вод. Каждое разрешение на строительство здесь, независимо объект, сарай, курятник, дом, значит, внимательнейшим образом изучать вопросы грунтовых вод. На планерном совещании в ДК Варваровке продолжилось обсуждение злободневных тем Субсехского округа. Одна из таких – создание нормальных условий для жителей, садовых товарищей. Решение проблемы с энергоснабжением на первом плане. Если я плачу, почему мне отключают электроэнергию? В общем, какие? Это же не ДНТ уже. Это уже давно населенные пункты. Так заключайте договор с индивидуальным потребителем и отключайте тому, кто не платит. Это первое, на что надо обращать внимание. Я понимаю, что завтра этот ДНТ попросит и аспарт, и газ. И правильно сделают. Потому что там тоже люди живут. И кто-то мог иметь возможность в городе купить себе жилье в новостройках, а кто-то позволил себе вот подешевле. И задача власти – обеспечить и этих людей тоже максимум. Благоустройство и коммунальных услуг и так далее, и так далее. О благоустройстве доложила заместитель главы Анжелика Бузунова. На ремонт сельских дорог муниципалитета бюджет выделит свыше 50 миллионов рублей. Поручение управления ЖКХ в первоочередном порядке в субцехе обратить внимание на улицу Николаевскую. Затрат давайте пролети в этом. Там он не получится с одной стороны. Там, может быть, надо будет переходить с одной на другую сторону. Но на всю длину там должен быть тротуар. Я с вас не следую. Знаете почему? Потому что вы давали разрешение на развитие этой улицы. Вы и вы, но вы приемники. Вы давали разрешение рыть газ на программу. Отдавайте, делайте улицу. Вопрос защиты социальных объектов от подтопления поднял начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Речь о 33-м садике села Варваровка. На сегодняшний день угроза есть такая. Там 90 метров подъездного пути с улицы Зелёвых. Переплата с обстанным тоже около 8 метров. И все ревни востоки могут свести на нет те ухили, которые были затрачены в 2014 году. Поэтому рассмотреть вот этот подъездной пункт. И расчистка водохода с северной части детского садика. Левнёка из этого садика, она выходит на улицу, в левнёку в улице, да? И переполнение там возможно только в случае, если переполнена будет левнёка, насколько я понимаю, в улице. Поэтому там, на этот комплекс, мы сегодня там были, смотрели. И первая причина – это засорение в уличной левнёке. То есть за ней надо постоянно смотреть, постоянно её прочищать. Ответив на вопросы жителей округа, глава завершил совещание. Анапских предпринимателей приглашают на специализированную выставку отечественных производителей. Торгово-промышленная палата Краснодарского края информирует, что со 2 по 4 июня в Ялте пройдёт выставка «Росэкспо Крым. Импортозамещение, продовольствие, промышленность». У участников будет уникальная возможность не только наладить свой бизнес с коллегами из Крыма, но и получить информацию о самых современных системах и технологиях производства товаров и услуг. Для подтверждения участия необходимо направить заполненную заявку по факсу или по электронной почте. Телефоны и адреса на экране, подробные информации, а также бланк заявки размещены на сайтах. Дорога в большой футбол. 30 апреля на городском стадионе «Спартак» открылся футбольный сезон 2017 года. Матч между клубом «Анапа» и командой «Сопка героев» из Крымского района получился зрелищным и весьма напряжённым. По традиции перед началом игры болельщиков порадовали выступлениями творческие коллективы курорта. От имени главы «Анапы» Сергея Сергеева участников поздравил его заместитель Сергей Козлов. Обе команды в прекрасной спортивной форме и твёрдо намерены победить в предстоящей игре. Настрой боевой. Начало сезона всегда обещает нам, строим определённые планы, обещают успехи. Но посмотрим, как оно сложится. Но хотим, естественно, как и все команды в нашей группе, удачно выступить. Порадовать зрителей футболом, порадовать себя нашей игрой. В первом тайме крымчане были быстрее и манёвренней. Однако на 17-й минуте с пенальти счёт открыл игрок анапской команды Евгений Муравский. Второй тайм прошёл с явным преимуществом хозяев поля. Автором второго гула стал Георгий Мавропола. Он на 80-й минуте матча укрепил позицию анапчан. Несмотря на то, что команда играет в абсолютно новом составе, наши игроки показали достойный футбол. «По созданию этой команды мы прилагаем большое усилие. Администрация старается, чтобы команду эту финансово на первоначальном поддерживать, потому что выезд на соревнования – это всё за счёт бюджета города. Поэтому задач много, конечно, много трудностей. Но несмотря ни на что, мы принимаем такие усилия, чтобы эту команду в дальнейшем укрепить. И она имела на постоянный основной состав, который будет в дальнейшем показывать хороший футбол». И на последних минутах игры ещё одним голом закрепил победу Анапы Евгений Муравский. Несмотря на активность игроков в сопке героев, размочить счёт гостям так и не удалось. Итогом игры стал счёт 3-0 в пользу анапчан. Но главный тренер анапской сборной считает, что наши футболисты могли сыграть ещё лучше. «Во втором тайме, наверное, мы оказались чуть-чуть свежей и переломили игру за счёт. И много разбазарили моментов своих. Было много у нас моментов, которые мы не забили. Хотел бы всех ребят поблагодарить. Всё-таки первая игра такая тяжёлая. Хоть и выиграли 3-0, но играли не очень легко. Ну, Георгий Мусселян вышел великолепно. И обострил, и создал гол. Его бы выделил». Следующую игру Анапа проведёт в Геленджике. 7 мая ей предстоит встреча с местной командой «Спартак». А 14 мая на домашнем стадионе анапчане сыграют с командой «Южная звезда» из Краснодара. И в завершении выпуска информация о наших партнёрах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведёт строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надёжную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнёр программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинаёт первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте своё здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Подробности по телефону 4 24 19.